Субтитры делал DimaTorzok Вы говорите, что даже не 5 минут в день, а гораздо меньше Вот все так происходит Вот именно так, как произошло у нас в прямом эфире Все просто выключилось Ну правильно, и получилось, знаешь, что Влад Орлов У нас в школе человек будущего хомофутурус На такие случаи говорит, нежданщик пришел Вот ты только сосредоточился Только начал писать диссертацию Или готовиться к встрече Звонок, и все тебе разрушает А тебе надо быстро перестроиться И ответить сосредоточенно И опять восстановить свое творческое состояние Настроиться Вот этому всему мы будем учить На нашем курсе Чтобы человек мог вот этот любой стресс Любой нежданщик, неожиданную ситуацию Допустим, ты сидишь на работе И вдруг неожиданно звонит подруга Слушай, у меня ребенок заболел Или допустим, тебя неожиданно В самый такой момент, когда ты с любимым Разговариваешь, к примеру Начальник вызывает И ты ему по пыхах говоришь Слушай, извини меня Он говорит, да подожди У меня есть важное что-то сказать У меня у мамы там какая-то проблема А тебя начальник вызывает Тебя разрывает на части И ты не знаешь, что делать Вот ты теперь будешь знать, что делать Я да Ну ты это будешь знать Раньше всех Людей это знал уже Да, я имею в виду, что каждый человек научится быстро За несколько занятий Находить себе то состояние Мгновенное находить себе состояние Когда вот эта ситуация Когда все валится на голову И тебя разрывает Вот это когда крыша едет Как говорят молодежь Когда ты в этот момент вспомнишь Я научу, как вспомнить Что это же хорошо Что вот так Это хорошо, что стресс Теперь поэтому лучше будут решаться Мои любые задачи Над которыми я буду после этого думать Люди просто не знают Что критические ситуации Стресс надо удовольствие получать Да, используя вашу технику А в том-то и дело Что я научу всех Выходить на нулевое нейтральное состояние Где разъединяются условно говоря Две половины мозга Эмоционально и логическое И заново их соединить В желаемом направлении Например, реагировать на стрессы Новым навыком Радоваться стрессу И черпать эту энергию Мощнейший ядерный ресурс Мощнейшую энергию стресса Для своих достижений Чтобы стресс нас не разрушал И повысил наоборот Иммунитет Против всяких коронавирусов И всяких проблем Стресс устойчивость Связан с иммунитетом Сейчас же все ученые Об этом говорят и знают Чем выше стресс устойчивость Тем выше иммунитет А мы как раз таки Когда мы научим всех Чем больше стресса Тем больше сил По-другому относиться к стрессу Не просто теоретически А навык выскакивает Вот стресс Вот у меня картина упала Вроде кто Там погасло Какой-то самый экран Погасло У меня в этот момент Радость Я думаю Знаешь почему? Потому что после этого Все будет еще лучше Вот А у нас так и происходит Видишь на практике Сразу и показываем Как говорится Товар лицом Ну так условно говоря Хотя это не товар Он цены не имеет Это бесценная вещь сегодня Которая Ну слава богу Мне так повезло Что я ее автор Я сегодня единственный Психолог Психофизиолог На планете От которого Все этим питаются Потому что Все в основном Все сайты в интернете Научись управлять стрессом Имеется в виду Не это А имеется в виду Снижать стресс Там йогу показывают Там медитацию показывают Альфа-состояние Метод силы А это же другое Это новое качество Когда ты используешь Энергию стресса Не прячешься от него Не снижаешь его Не защищаешься от него А наоборот Берешь его В свои руки Как бахидо И перекидываешь Это напряжение На решение Своих собственных проблем Которые раньше Решить не мог Поэтому все удивляются Почему вы Скажем возрастом Молодеете А мне 70 лет А я инвалид Глубочайший У меня два инсульта было И у меня Давление доходило 245 Давление вверх не было И мне операцию делали После травмы На гололёде 7,5 часов И у меня Тяжеленная Мелопатия А никто не верит Они говорят Ну приезжайте к нам На конференцию Там куда-нибудь Вот я недавно По Скайпу проводил Международную конференцию Для Чикаго Там проводил Они не верили Что я инвалид Они говорят Да как инвалид Вы что-то там Притворяете что Да нет Я говорю Я и вам могу Помочь Так А у вас Шансов больше Вы то не инвалиды Вы сможете Еще лучше Это применять И не будете Инвалидами И не станете Травмированными Если бы я этот метод Сам свой Знал Столько-то лет Назад Я бы не дошел До такой инвалидности Никогда Потому что Это профилактика Травматизма Профилактика Потому что Все травмы У нас возникают Из-за того Что у нас Дисбаланс Что-то не в порядке А с вами Магомедович Еще такой вопрос Сейчас действительно Очень много Различных Теорий Учений Все это конечно Хорошо И Из каждого Буквально Да Источника Звучит Такая фраза Как состояние Потока Я вот вашу книгу Прочитала Я еще раз У нас Закончился Да И феррировался Неожиданно Уже рассказывала Что Вот выбирая Литературу Наткнулась на вашу книгу В итоге Кто бы знал Что с вами Смогу Познакомиться И учиться И учиться Как говорится У вас Великий человек Честно говоря Преклоняюсь каждый день Скажите пожалуйста Про вот это состояние потока С точки зрения науки Потому что Да У нас очень много сейчас Проводников Это открывается То открывается Все конечно Это может быть интересно Но Есть Научно обоснованные Факты Да Без которых мы Дальше никуда не идем И это правильно Какие бы таланты Не открывались Перед человеком Всегда Должно быть Это подкреплено Исследованиями Вот очень хочется Услышать ответ Опять у меня что-то Подвисло На самых интересных Вопросах Все подвисает Ничего Пускай так будет Пускай так будет У меня есть картина Одная Которая называется Жизнь как вагончик Трясет Но едем Но едет Да Спасибо Подбрасывать там Да Или в первом На обложке Немецкого журнала В свое время Напечатали Жизнь вагончик Слушай Я тебе скажу Почему Чинскен Михаил Автор теории потока Отвечаю на твой вопрос Который 60 лет Изучал людей Которые Считают себя Счастливыми Со времен Великой войны Ну мы считаем Отечественная война А он там Американец Венгерского Произвождения Профессор там В Америке Преподает Великий психолог Великий психолог Прямо скажу Создатель Теории потока Он это изучал Счастливого человека И вот С чем он пришел Он изучал Это со времен Войны Когда люди Все потеряли Они становились В жизни Стали выходить Из ситуации Выживания В ситуации Жизни И среди них Которые уже жили Уже получали Зарплату Уже имели Гарантированный Завтрашний день Которые уже Не тратили Всю свою энергию Только на выживание И не были Творцами Потому что Они весь мозг Тратят на то Чтобы выжить Вот они Теперь Божили Ставят Жить Жить А среди них Только 30% Оказывается Которые считают Себя счастливыми И он изучал Кто именно Вот Это во-первых Но я хочу сказать Еще очень важное Про Чинскен Михаил Дело в том Что он Говорил о том Что Он приехал В Америку Чтобы стать Свободным И там Он увлекся Йога И думал Что йога Даст свободу А показал Что это Дисциплина Он тратит Время И вот он Искал Свободу И счастье И нашел Поток И что это Оказалось Оказалось Что среди 30% Это те люди Считающие Себя счастливыми Это те люди Которые Открыли В себе Способности Таланты И нашли Своё любимое Дело И вот Когда они Занимаются Любимым делом Они обо всем Забывают Они выходят На состояние Творчества Я когда выхожу На это состояние Я могу сказать Моей рукой Вот когда я Картины делаю Как будто бы Пишет Бог То есть я не задумываюсь Делаю картину Сам думаю О своих проблемах Там Где деньги взять Как с тобой Там встретиться В скайпе Там Как провести Трансляцию Делаю Картину свою Да А я же Никогда не учился И он когда Сыну своему Сказал Олен А он большой психолог Я ему сказал Давай через год Сделаем выставку Он говорит Папа Мы же рисовать Не умеем Теперь я Швен Союза Давно Много лет И он Швен Союза Давно Много лет Надо его попросить Чтобы он Свои картины Показал И вот Представь себе Когда человек Входит в поток То есть это Состояние Когда ему Не до чего Ему все равно Кто там Ему в троллейбусе На сандаль Наступил Он в таком состоянии У него там Восхождение Происходит Открывается Идея И он соединяется С вечностью Так я научу Он там говорит Надо 10 лет Чтобы научиться Выходить А я учу За несколько занятий Чтобы человек За 5 минут Выходил в поток Потому что Я механист Понял Он-то никогда Не занимался Выведением людей После терактов И все психологи Которые дают советы Они же не занимались Выведением людей Из шокового состояния Они дают советы Ну кто-то сам дошел До этого Кто-то другого списал Да Да Обычно там Индийские какие-то методики Йоговские Или медитативные техники Кстати на сайте Медитация Сейчас уже Мои приемы Ключевой стресс-тест Стоит И даже не написано Что это я Да Потому что Вот так вот Большие Большие Как называется Раскрученные Вот эти вот Они вбирают в себя Все то Что пока мало Люди знают Интегрируют И от себя Выдают Интересные Бывают У нас Людям Даже нет Немалейшего Какого-то Понятия Задуматься Вообще И покопать Да Откуда это все Исходит Потому что Потому что Я же без рекламы Работаю Вот в свое время Меня знали все Про меня газета Совершенно секретна У меня там Своя рубрика была Парламентская газета У меня там Своя рубрика была Про меня писали Известия Социндустрия Учительская газета Во многих номерах Не в одном Газета Известия Представляешь Была такая Газета Партийная В Советском Союзе И там вдруг Появляется Статья Получил задание Отдыхай И там фотография Женщина С микроскопом Сидит на рабочем месте И спит Но она не спит Она в состоянии Нуля находится Потому что Я тогда обучал В Армении В Армении Я обучал Микроскопистов Женщин Которые занимались Микросборками С микроскопами Чтобы они Не утомлялись Да И они 15 тысяч Женщин У меня было Под Я кстати говоря Десять человек На планете Который С фамилией Алиев Лауреат Примиренского Комсомола Армении Такого тоже Не бывает Ну потому что Метод ключ Нужен каждому Независимо От национальности От религии Независимо От профессиональной Принадлежности Независимо От возраста У нас Дети Обучаются Там Со школьного Возраста И бабушки И дедушки У нас было Время Когда я Пять лет Был соведущим Программы Центрального Телевидения Помоги себе Сам С Анатолием Алексеевым Он вел Эту программу А я ему Помогал Вести ее Как раз Она стартовала В Советском Союзе С метода Ключ И столько Бабушек И дедушек Наших Смотрели Каждый Месяц Два Раза Популярнейшая Телепередача Была По центральному Еще тогда Первого канала Не было Они смотрели Эту телепередачу И сейчас Иногда Ко мне Выходит Говорит Ой Это ты Родной Наш Конечно Я Ну что же Я Времена Изменились Я без рекламы Работаю Я работаю Только за счет Контента Вот у меня Например Канал В ютубе Метод Ключ А рекламы Нет Только за счет Контента В чистом виде Как говорится Я не пользуюсь Вот такими вещами Как обычно Продвижение Там Канала Там туда Только люди Которые Хотят Записываться Там у меня Всего 60 тысяч Подписчиков Ну и в сетях Еще 20 тысяч Ну в принципе В принципе Я там даю Бесплатный Ликбез Бесплатный Ликбез Где люди Могут Это узнать Ну они конечно Распространяют Среди своих Знакомых И так далее Ну вот Песня становится Народной Приемы Очень простые Потому что Они основаны На инстинктивных Действиях Человека Который Сам делает Человек Каждый человек Это делает Но он не обращает На это внимания И не может Это сделать Осознанно В виде упражнения Что развить у себя Навык С помощью которых Он может потом Уже что-то решать Уже не дернусь Понимаешь Я еще Это очень Непонятно Быстро Говорю Нет Нет Все понятно И все быстро И конструктивно Так и нужно Да Хотела бы сказать Что я знаю На следующей неделе У вас Будет запускаться Курс Глазами Творца Я думаю Что мы Соорганизуемся Еще на небольшой Прямой эфир И вы расскажете Да И моим друзьям В том числе Потому что у меня Вот В моем Маленьком мире Инстаграма Да Только близкие люди Находятся И я С удовольствием Хочу поделиться Собственно Таким контактом Бесценным И я правда Очень хочу Чтобы люди Научились Наконец-то Уделять время Себе Своему здоровью И улучшить Свою жизнь Потому что Я тебе Анечка Скажу Эту бесценную Вещь Я с большой Душой Радостью Тебе это Передам Туда В инстаграме Почему Потому что Это то Что сегодня Может спасти Человечество От разрушения Я говорю тебе Это Без пафоса Потому что На самом деле Наша школа Человек будущего Homo Futuros Единственная школа В мире На всей планете Где Очень много У нас Из разных стран Люди Мы вместе Все создаем Науку Человечности Потому что Ни религии К сожалению Ни художественная Литература Ни искусство Не спасли нас От пандемии Наука Идет всегда Впереди Наука От эпохи К эпохе Помогает Осваивать Новые формы Энергии От механической До атомной До ядерной Сейчас Уже Осваивают Информационный Век И в этом Информационном Веке Сегодня Виртуальном Веке Вместо Реального Века Все растерялись Потому что С этим Столкнулись С новым Столкнулись С цифровизацией У людей Потому что Все жили По привычной Схеме Очень много лет А здесь Новая реальность Новые правила Все растерялись От начальников До подчинков От президентов До шахтеров От велосипедистов До шахматистов От штангистов До шахматистов Все растерялись И поэтому Такая путаница Одни говорят Что надо Вот так Другие говорят Что надо Вот так Третьи говорят Что надо Вот так Хаос в голове А вот наша школа Человек будущего Homo Futurus Как раз таки Та точка опоры Та точка опоры Которая открывает В человеке Его же собственную Человечность Создает науку Совместно Вот из многих стран мира Мы создаем Науку человечности И там метод Ключ К этой человечности Как технология К этой философии Философия гуманизма Человечности Потому что Вот эта пандемия Разрушила связи Не только между людьми Связи человека С самим собой Гармонию С самим собой Разрушила его целостность А целостность В переводе Это здоровье Разрушай здоровье И поэтому Чтобы этого Расчеловечивания Дальше не было Мы как раз Защита Это точка опоры И поэтому Мне конечно Очень важно Чтобы наша школа Расширялась И кто у нас Не подписан На канал Ютуба Метод Ключка Солива Надо обязательно Подписываться Потому что Через день У нас там будет Опять бесплатный Ликбез Как найти Гармонию В себе И с миром Как наладить Межличностные отношения Как решить Свои проблемы Со страхами Со своими Комплексами С зажатостью И конечно Наш курс С тобой Вот этот Индивидуальный В котором Будет Кое-что Эсклюзивное Потому что Я там Не могу Весить Материал Чисто по формату Выдавать А с тобой Мы можем Поскольку Мы понимаем Друг друга Мы на одной волне Ты моя ученица Мы с тобой Много до этого Работали Много общались И ты меня Понимаешь С полуслова И задаешь Правильные вопросы Чтобы я Больше Раскрывался Конечно Кто подключится К твоему Вот сейчас Курсу Который Ты ведешь В инстаграме Больше узнают Но я всем Предлагаю Там Чтобы тоже Участвовали Потому что Это сообщающиеся Сосуды И сайт Мой стрессу И сайт Мой хассейру И книги И у меня Много учеников Специалистов Которые Там Обмениваются В фейсбуке У меня Школа И в контакте У меня Школа Это сообщающие Сосуды Потому что Знание Это сила А мы Вместе Победим Только вместе Когда мы Все вместе Вот Ну наш Вот курс Сейчас с тобой Ты придумала Прекрасный Такой В инстаграме Я тебе Очень благодарен Вышла С такой Инициативой И вот Эту грань Метода Мы с тобой Откроем Как человеку Не теряя Времени В бытовых Условиях В спешке В кризисных ситуациях Быстро Использовать Энергию Напряжения Для решения Своих Текущих Проблем Хасай У нас здесь вопрос Один Будьте добры Пожалуйста Ответьте Значит Вопрос Так звучит Второй день Делаю упражнения По методу Ключ После них Когда фокусируюсь На одной точке Наступает Паническая Сильная Паническая Атака Хотя Именно Из-за Нервоза И панических Атак Начала их Делать Зачем Я когда фокусируюсь На одной точке Кто ее просил А вот Давай Расскажем Там ни в коем случае Не надо Ни на чем Фокусироваться Надо Пустить мысли На самотек Как раз таки Взгляд рассеян Там не надо Ни на чем Сосвятачиваться Когда вы Начинаете Насилие делать Над собой Сосвятачиваться Специально У вас Отключается Спазм сосудов Ни в коем случае Не надо Хорошо Что задала Вопрос Я сейчас Отвечу Это первый Ответ Второй ответ Если у вас Бывают панические Атаки Значит что-то С сосудами Не в порядке Значит когда Сосуды спазмируют Кислорода В клетках Не хватает Кислорода Не хватает Вот этого Питательного Вещества Значит возникает Страх Там не хватает Гормонов Не хватает Эндорфинов Не хватает Там избыток Андреналина Поэтому часто Называют Панические Атаки Андреналовыми Кризами Надо поэтому С двух сторон Психологической Стороны Делать Метод Ключ А с физиологической Стороны Надо добавить Точный Массаж У вас Может быть Проблема С позвоночником Может быть Вы сегодня Брали Чемодан На полку Закидывали Пережали Позвонок А вечером У вас Паника Вы не Обратили На это Внимание Вот это Мы Всему И учим Как Делать Вот я Покажу В следующий Раз Индикатор Напряжения И шкалу Стресс-теста И на следующих Встречах Покажу Точечный Массаж Как Надо Проводить Да Да Чтобы Вы не Тратили Время Быстро Получили Эффект Улучшения Кровоснабжения Мозгия Чтобы у вас Не было Панических Атак Это Знать Надо Потому что Если вы Не знаете Конечно У вас Будут Панические Атаки Еще Вопросы Какие-то Появляются Если Будут Вопросы Обязательно Озвучу А так Я хотела Бы еще раз Так как У нас Прерывался Эфир Да Рассказать Немножко О книге Кто Хочет Познакомиться Поближе С методом И у кого Нет времени Например Смотреть Ютуб Но кто Любит Читать Книги Я очень Рекомендую Пожалуйста Вот Метод Ключ Сама Для себя Открыла И хочу Еще раз Сказать Что в каждом Человеке Есть гений Как я называю Но рулит Посредственность Поэтому Хочу Показать Одну вещь Интересную Это я Извиня Я покажу И потом Потом ты Сразу Да Это я Тогда Собирался Много лет назад Вместе с комитетом Общественных Межрегиональных Связей Правительства Москвы Проводил Круглые столы Программу Межрегиональный Семинар Создание Системы Широкой Психологической Помощи В Москве И регионах На основе Межрегиональных 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 Это ж Это ж когда Было А все Это смело Время А теперь Надо восстановить Как говорится Здоровые силы Надо поднимать И я очень Хочу Чтобы Нормальные Люди То есть Люди Которые Любят Жизнь Которые Любят Быть Добрыми Которые Любят Чтобы Сохранить Мир На земле Чтобы Снизить Потребность Лекарств Чтобы Снизить Конфликты Анечка Давай Давай Я думаю Что мы уже будем Заканчивать Просто хотела Также Поблагодарить Все Кто у нас Сегодня Был здесь В эфире Мы его Обязательно Сохраним И сказать Еще раз Что В каждом Есть Сила Творца Каждый Рожден С определенными Талантами Об этом Надо помнить И когда люди Отчаиваются Или говорят Что вот Я неудачник Или вот В моей жизни Все плохо Что это все Полная ерунда Надо просто Брать ответственность За свою жизнь В свои руки Да Как говорится У Бога нет других рук Кроме наших И Самосовершенствоваться Изучать себя Изучать правильную Литературу Да Учиться У тех Вот у вас Кто Вели Слушай Анечка Там В одной из моих книг А у меня их 20 книг Наверное Как и болгарские Там и французские Там и английские И все прочее В одной из книг Моих написали Там Знаешь как Я написал Что лучшие книги Это те Которые помогают Человеку Быть собой И совершенствоваться А мне там Кто-то другой Написал А другие Просто и не нужны Да Это абсолютно Правда На самом деле Все книги Для чего Написаны Чтоб человек Был Человеком Чтоб человек Был Человеком Да И еще раз Те у кого Существуют Панические Атаки Хронический Стресс Бессонница Невроз Или просто Кто хочет Открыть в себе Свою творческую Энергию Потому что Выплеск Все равно Необходим В наших условиях Да Конечно Дело в том Что творческий Человек Вот как я Когда На кого-то Наорать Кишницу Или вышиваете Кресту У меня есть Другой способ Другой способ Конечно Я картину Нарисую Больше Вот я научу Вас Превращать Трагедию В произведение Так Ну что Будем тогда Прощаться До новых встреч Спасибо вам большое За уделенное время Я надеюсь И мои друзья Наконец-то Вот Узнают Интересно Довольствие Вообще Добавить Перед завершением Что Глазами Творца Программа Это не значит Что вы обязательно Будете все художниками Но это кто хочет Может быть Вас талант Стангиста Или печника Или Вам лучше Быть сторожем На маяке Когда вы Освещаете Пароходом Светом Путь Может вы Хотите быть Маяком В обществе Лидером Общественного Мнения Но это не только Быть художником Творческие способности Они нужны Во всем деле То есть Мы поможем Вам Открывать Творческий Подход В любом Вопросе Это очень важно Запомните Пожалуйста Фразу Это очень нужно С этого Начинается Наша Вот эта Школа Сейчас Что Творческий Подход Это Поиск Наиболее Простого Решения Сложной Задачи Через Призму Общечеловеческих Ценностей И вы тогда Увидите Как эта Штука Работает Почему Она Помогает Вам Многие Вопросы Решить Которые Раньше Вам Казались Настолько Нерешаемыми Что Даже Руки Опускались До встречи Друзья Анечка Спасибо Большое Все Пока Пока Спасибо Тебя Аня За это Спасибо Большое Ты меня Привлекла К нему Наметила И инициировала Мне приятно С тобой Работать Как Говорят Сейчас Мне Приятно Иметь С тобой Дело До встречи До встречи